Обязательное страхование автогражданской ответственности действует в России с 2003 года, когда вступил в силу соответствующий закон. В течение этих лет система ОСАГО развивалась, менялась процедура урегулирования убытков, был введен европротокол, изменились размеры возмещения. Так, значительные изменения произошли и в 2015 году. Какие, расскажут мои коллеги. С 1 июля нынешнего года мелкие аварии можно оформить в упрощенном порядке. А именно, ждать приезда сотрудников ГИБДД больше не нужно, даже если участники аварии не смогут урегулировать конфликт на месте. Убыток в этой ситуации оформляется по европротоколу. К страховщику водитель автомобиля сможет обратиться в рамках ПВО – прямого возмещения убытков. Кроме того, теперь у автовладельцев появилась возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде. Но сделать это могут лишь те клиенты, которые ранее уже заключали договор на бумаге. В 2015 году обязательный пункт для подписания полиса ОСАГО – это предоставление полного пакета личных документов, паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, заявление, копия диагностической карты автомобиля. В январе 29.01.2015 года появился новый пленум Высшего Верховного Суда Российской Федерации, в котором даны некоторые разъяснения. В частности, теперь законодательно установлено, что к отношениям по ОСАГО законодательства по защите прав потребителей относятся. Так как было очень-очень много споров по вопросу компетенции каких служб, теперь установлено, что законы защиты прав потребителей относятся к отношениям по договору ОСАГО, в части не урегулированные другими специальными нормативными правовыми актами. Сегодня стоимость обязательного страхования значительно увеличилась. Общая сумма складывается в зависимости от стажа вождения и технических характеристик двигателя. Кроме этого, зачастую страховщики навязывают дополнительное страхование жизни, здоровья, имущества. Участие в таких программах добровольное и регулируется законом. По-прежнему договор ОСАГО является публичным в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. И отказ в заключении публичного договора, он у нас является нарушением закона. За такое деяние, отказ от заключения публичного договора, существует административная мера. Есть статья 15.34.1 Кодекса административных правонарушений, согласно которому за такие действия должностное лицо отвечает штрафом в размере 50 тысяч рублей. То есть сумма значимая. И хочу подчеркнуть, что санкция предусматривает именно должностное лицо. Если страховщик отказывается заключать договор ОСАГО в связи с отсутствием бланков-полисов, а также навязывает дополнительные услуги, представители Роспотребнадзора рекомендуют автовладельцам обращаться в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации в городе Краснодаре по улице Короткой, 12.